Геймеры из России задонатили 20 миллиардов рублей на внутриигровые покупки. Гигантская сумма набежала за июль этого года. Разработчики довольны, что логично. Они создают новые проекты за счет денег, которые игроманы тратят на скиллы новых персонажей и виртуальное оружие. А вот психологи говорят, что такого уровня зависимости они еще никогда не видели. Прямо сейчас, друзья мои, в студии наш экономический обозреватель Константин Цыганков. Узнаем подробнее, как устроена индустрия покупки виртуального зряльной. Кость, привет. Привет. Ты на чьей стороне? Хороший вопрос. Мне тяжело судить, потому что я сам по себе геймер, то есть я играю. Но я никогда не играю в то, куда нужно донатить, то, куда нужно платить. Я покупаю игру, играю в то, во что современные дети и молодежь не играют. Потому что там надо думать, читать и не просто тупо дурдынкаться, а соображать. У них с этим, при всем моем уважении, не очень хорошо. Они предпочитают вот подобные вещи и разоряют родителей на тех самых лутбоксах, скинах и тому подобном. А как получается так, что вот все-таки разработчики, ну как была бы придумана такая схема, когда действительно человек думает, ну вот я могу играть, но как будто бы без донатов. Мне будет скучно. Ну смотрите, это гениальная схема, она работает в двух форматах. Первая, самая популярная, так называемая, фри-то-плей. То есть это условно бесплатная. Ты можешь скачать бесплатно любую, ну ту игру, которую выпустил разработчик, и играться. Дальше вопрос к тебе. Хочешь ли ты играться красиво, или ты хочешь играться, как и все остальные? Ну подумайте сами. Ну перед пацанами же неудобно будет, что ты бегаешь, какой-то там, твой игровой персонаж бегает в затрипанной футболке, назовите выражение, да? Нужно купить новую. Бывает за 50 рублей, за 100 рублей, за 10 долларов, за 30 долларов и так далее. Помните, был когда-то такой футболист Неймар. Ну когда-то он был нормальным футболистом, потом превратился в нытика и плаксу, да? У него есть свои скины, они стоят 40 тысяч долларов в игре CS GO. Пожалуйста, и ты просто стильный, модный, молодежный, со всем вот этим вот. Это первая такая вот история. Бесплатно скачиваешь игру, и потом донатишь на то, чтобы выглядеть стильно, модно и красиво. Есть второй вариант игры, это вообще делают самые злейшие корпорации. Electronic Arts самый яркий пример. Есть серия футбольных симуляторов FIFA. Я думаю, слышал или видел, видели многие. Соответственно, здесь действует немножко другая история. Ты покупаешь симуляторы, хочешь играть с друзьями ради бога. Но они придумали уникальную вселенную Ultimate, где ты точно так же вроде как играешь, но при этом ты можешь как тренер набирать себе футболистов, покупая их. Ты можешь покупать непосредственно футболиста за настоящие деньги, у тебя будет крутой футболер, и ты буквально потратив там несколько тысяч долларов, выходишь на чемпионат в онлайне, да, у тебя самая крутая команда, потому что другие не могут себе этого позволить, и ты автоматически чемпион. Ну, к примеру, там, скиллы, от скиллов уже твоих, от навыков мало что зависит, да. А есть еще такой вариант под названием лутбоксов. То есть ты платишь деньги за условный сундучок, в котором, условно говоря, пять футболистов. А каких ты не знаешь, повезет, не повезет. Но при этом эта штука дешевле. Она может быть дешевле, может быть и дороже. Премиум есть лутбоксы, серебряные, золотые, платиновые и так далее. Это повышает шансы выпадания хорошего игрока, к примеру, да. Дошло до того, что в Европе серьезно сейчас думают, правда, серьезно думают, они медленно, они четыре года уже думают на тему того, чтобы лутбоксы признать азартными играми и казино. И, в принципе, они давят на корпорации, чтобы они этого не делали. Корпорации как бы говорят, ну да, мы стараемся, и вообще у нас 18+, везде стоит. Так что учите своих детей лучше, как бы, и родителям объясните, что 18+, это значит, что ребенку это давать нельзя. В общем, там эта судебная тяжба продолжается вот четыре года уже, и результата у нее нет. А, соответственно, что это такое? Я больше думаю, что это психологическая зависимость. Но корпорации всегда хотели и будут хотеть денег, поэтому от этого мы никуда не уйдем. И причем доходит до, ну извините, идиотизма. Есть такая игра Роблокс, я думаю, у кого есть дети, точно слышали. Так вот, у них там произошла сумасшедшая инфляция. Там, соответственно, местная валюта, что-то стоило в местной валюте там 5-15 роблоксов, да, а стало стоить 150. В Турции акция протеста вышла, народ вышел протестовать против вот такой вот вещи. Я просто на всех волнуют, сколько сейчас стоит шлем? Я помню, было тоже в моей юности, когда покупали себе какие-то шлемы кто-то, ты их просто ходил для красоты. Но это были какие-то сущие копейки, на этом корпорации делают миллиарды. Ну, общий рынок, смотри, в целом, он несколько лет назад оценивался до 15 миллиардов долларов, в принципе, по миру. Это речь только о донатах идет. Да, речь о скинах, о покупке вот именно красоты. Сейчас он уже дошел до 25-30 миллиардов, по некоторым оценкам свыше 50, потому что вот то, что мы с тобой говорим, это официальные магазины самих разработчиков. А есть еще сторонние магазины разработчиков, большая часть, кстати, которых из России, надо гордиться нашими соотечественниками, которые точно так же все это предлагают, и там примерно сопоставимые суммы. Надеюсь, мы все сможем немножко это обойти. Спасибо большое, Костя. В студии был экономический обозреватель Константин Цыганков. Цыганков поговорили про компьютерные игры и деньги, которые мы или наши дети тратят на них. Спасибо. Спасибо.